Это Вести Утро Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь-гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11,16. В горах плюс 5, плюс 10. Днем до плюс 28 тепла. И местами плюс 14,19. В Черкесии кратковременный дождь-гроза. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 24,26 тепла. Детская школа искусств номер 2 отпраздновала свой 50-летний юбилей. На протяжении многих лет она открывает свои двери, принимая в мир искусства новых учеников. Торжественное мероприятие прошло в Республиканской филармонии. В мир творческих дарований окунулась и Дарья Тендит. Школа искусств является центром духовного воспитания подрастающего поколения. Бережно хранит и развивает высокие традиции российской культуры. За 50 лет своей истории педагогам и учащимся есть чем гордиться. Это яркие творческие коллективы, победы в конкурсах и фестивалях различного уровня. Любовь и уважение молодых талантов и их родителей. Последние 6 лет детской музыкальной эстетической школой руководит Анна Войко. Она отметила, что школа сейчас на подъеме. Много планов еще впереди. Концерт сборной у нас мы решили выставить не просто по отделениям, а отдельно либо преподавателей, либо детей. И преподаватели, и дети, и взрослые коллективы, и детские коллективы. В основном это будет сегодня массовый концерт. Индивидуальных выступлений будет, чтобы это было все ярко, красиво. Сами все увидите. Мы старались. В начале торжественного мероприятия вниманию зрителей был представлен небольшой фильм, посвященный историческим этапам развития школы, начиная с 1973 года. Тогда на двух отделениях фортепиано и народное пение 4 молодых преподавателя открыли первый набор из 15 человек. На сегодняшний день число творческих направлений, наставников и учеников значительно выросло. На отделениях эстрадного пения, фортепиано, раннего эстетического развития, народных и оркестровых инструментов обучаются около 400 человек. Из 39 преподавателей 12 присвоено звание «Заслуженный учитель КЧР». Пятеро награждены знаком «Ветеран труда». Все они очень разные, но их объединяет одно – любовь к музыке. Развитие таланта – вещь весьма сложная. Многое зависит от теплого доверительного отношения ребенка и педагога, отметил Александр Калмыков. Это такие кладези, что иногда просто посмотришь, вот он придет с мамой, пишет заявление, не поймешь, что к чему. Но буквально в первые полгода ты открываешь человечка, и это потрясающе иногда будет. Как открытие. Пришли поздравить школу с юбилеем и самые маленькие воспитанники. Дети от 4 до 6 лет учатся на отделении раннего эстетического развития. Занятия проходят в игровой форме. Уже с малых лет дети прикасаются к прекрасному миру искусства, поделилась Ирина Федюшина. Детки у нас учатся в школе 3 года. Это вот третий класс, последние выпускники. Сегодня пришли поздравить свою любимую школу с юбилеем, и они у нас будут читать стихи. На праздничном концерте прозвучало множество теплых слов и поздравлений. В заключении мероприятия сотрудники школы были награждены почетными грамотами и ценными призами. Школа сегодня – это слаженный профессионально-педагогический коллектив с не менее талантливыми учениками. Детская школа искусств номер 2 гордится своими достижениями, верит в свои силы и уверенно смотрит в будущее. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на нагайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы нагайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного дня и до встречи в эфире.